Девушки отдыхают 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 Потому что если я буду с ними ругаться, я буду с ними ругаться с глазу на глаз. Мне важно было бы отметить такое социальное явление, скорее, нежели просто этот подписал или тот подписал. Потому что я считаю, что история с Иксановым, история с Большим театром плохая. Плохая. Это свидетельство того, что решает не профессионализм при назначении или неназначении, решает не опыт, не понимание, а решает чистая Византия. Но у нас всегда так было. Мы же есть Византия. Разве у нас было иначе? Ну, знаете, не всегда. Когда это было иначе, скажите, пожалуйста. Но вот такого грубого протекционизма, как сейчас, я думаю, в советское время не было. А в советское время? Не было. Не было. Там была другая вещь. Там была номенклатура, там были жесткие требования к анкете. Там была масса всего, да? Но там людей готовили. То есть ты должен был быть инструктором Райкова комсомола на Камчатке, потом зав. отделом комсомола в Воронежской области. Ну, понятно, да. Существовал алгоритмы, да. Да, там секретарем или, условно говоря, начальником отдела ЦК партии в Казахстане. Ну, и вот шел, шла апробация кадров. Это была серьезная история. Это есть во всех крупных корпорациях, все, кстати сказать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.